почему вы должны смотреть чемпионат европы по футболу ну потому что это не просто футбол куча стран сотни футболистов тысячи болельщиков все собираются вместе и ездят по всему континенту конечно тут появляются какие-то истории про политику про коронавирус личные истории поэтому прямо сейчас пять причин почему вы должны следить за этим евро ну во-первых этот чемпионат европы изначально должен был стать особенно юбилейный турнир на который позвали больше команд чем обычно который вместо одной стороны пройдет сразу в десяти разных то есть баку или там бухарест при любом другом раскладе вряд ли бы когда-то получили право принимать турнир а северная македония финляндия вряд ли бы когда-нибудь на него пробились в общем в мире футбол это будет что-то вроде специального эпизода сериала или совместного концерта супер крутых музыкальных групп так что если вы в жизни собирались посмотреть один чемпионат европы есть смысл посмотреть его именно сейчас потому что этот евро потом еще очень долго будут вспоминать как особенный ну или как странный а потом пришел коронавирус и умножил все на 2 этот евро может показать как будут проходить большие международные турниры в эпоху пандемии потому что ну да конечно болельщиков уже пускают на отдельные матчи но такого чтобы огромный крупный турнир в сжатые сроки этого еще не было например в токио отказались пускать иностранных болельщиков на олимпиаду а здесь для евро пришлось продумывать примерно все какие тесты нужны на стадионе как пускать болельщиков фан-зоны как путешествовать фанатам игрокам в конце концов вот в сборных россии испании уже есть например положительные тесты испанцы даже готовят резервную сборную на случай карантина а из всех участников привиты полностью только итальянцы так что вполне возможно все то что мы увидим в ближайший месяц на евро ожидает нас потом еще ну где-то пару лет уефа нам говорит футбол вне политики но что-то политика футбол не отпускает например на прошлом евро чуть ли не самое запоминающееся событие это драка российских и британских фанатов в марселе здесь будет еще больше команд еще больше городов а значит еще больше политики вот дания не пускает российских болельщиков на матч а вот финны сами не хотят ехать в санкт-петербург не то из-за коронавируса не то из-за фсб азербайджан требовал не пустить на матчи комментатора нобеля рустамяна потому что он из армении а вот россия уже отозвала у журналиста максима пахомова потому что он за навального и до кучи еще у нескольких своих же болельщиков просто потому что может ну и в конце концов какой еще спортивный турнир мог заставить дмитрия пескова говорить что кремль против войны с украиной ну и раз уж зашла речь россия и украина играли друг с другом всего два раза в 90 а после 2014 их специально разводят по разным группам как армению азербайджан или там сербию и косово сейчас россия украина тоже в разных группах но впервые поменялся формат евро и там нельзя точно предсказать кто с кем сыграет в плей-офф так что теоретически возможен шанс что эти команды встретятся для этого обеим командам нужно будет дойти до четверть финала даже если они не попадут друг на друга украине может выпасть матч в санкт-петербурге и при таком раскладе все равно это будет главным событием этого евро ну и ладно пару слов про футбол все-таки обычно у всех болельщиков появляется любимая сборная даже у нейтральных и чаще всего это какая-нибудь маленькая команда которая попала на большой турнир и всех там обыграла ну вот вспомните например кто не болел за исландцев и не делал вот это вот их знаменитая ух исландцев этот раз нет зато есть другие отчаянные команды финляндии северной македонии впервые в жизни попали на крупный турнир шотландия не играли на евро 25 лет сейчас будут выступать у себя дома и конечно хотят показать кто тут родоначальники футбола или уэльс страна по площади как ивановская область они впервые оказались на чемпионате европы в прошлый раз дошли до полуфинала и влюбили в себя половину болельщиков так что выбирайте себе команду на свой вкус и обязательно смотрите чемпионат европы